Решение стать многодетными родителями для многих семей обдумано и в большинстве случаев принимается не в начале супружества, а уже имея за плечами опыт семейной жизни и двоих детей. Иногда, правда, бывают случаи, когда матушка природа сама решает за людей, даря одновременно двоих, а то и троих малышей. Так случилось почти семь лет назад и в семье Кулабуховых, в гостях у которых побывала наша съемочная группа. Сегодня Юлия с улыбкой вспоминает тот день, когда врач сообщил, беременность есть, а после короткой паузы добавил, но их там трое. Хорошо помню, что я ушла из центра в Бахилах. Я поняла, во-первых, то, что я беременна и тройней, и вообще, что я стану там мамой только, наверное, в роддоме, после того, как родила. Потому что, наверное, я какую-то радость испытывала от беременности, нет, потому что она была тяжелой. Ну, тяжелой, правда, тяжелой как бы. Уже потом, уже потом, когда там бессонные ночи, там, ма-а-а, больные животы и прочее, прочее, прочее. И потекли дни в заботах до ночи без сна, а дни без бабушек и нянь. Трудно было очень, вспоминает Юлия, но помощи не ждали ни от кого. В помощи отчасти мне ее никто не предлагал, да и я ее не просила. То есть вот мы были вдвоем, да, как-то там на подмену, на еще что-то. Когда они стали уже ходить, когда они стали самостоятельные, мы садились в машину и ехали, куда нам надо. В гости, по врачам, там, куда угодно. Я, например, полностью сейчас живу, как сказать, по их расписанию, да. У меня же в моей жизни, ну, то есть это все потом, когда-то там. Тимофей, Илья, Захар. Три человечка, три характера. Захар занимается футболом. Ну, мальчишкам, там, Тимке с Илюхой, это может быть неинтересно. И, например, на... вот сейчас учебный год, Илюха сказал, что, мам, я хочу заниматься акробатикой. Ну, я сказала, что не вопрос, если мы найдем, да, чтобы вы вдвоем не ходили на карате, потому что это оно не его. То есть, ну, абсолютно не его. Он такой творческий мальчик у нас, там, самодостаточный. Скажите, вот маме с вами тяжело или нет? Нет, маме, да. Тяжело? А почему тяжело-то? Когда я, когда мы плачем. А? Только плачем. Да. И ты иногда доводишь маму. Я знаю, что он... Доводишь? Тиме ты доводишь. А ты молодец, да? Ну, я веселый. Ага. Я люблю рисовать. Самый умный кто из вас? Тоже ты. А что это вдруг ты? Чем докажешь? Да я всегда больше всех придумываю. Как и в большинстве семей, папа с детьми проводит меньше времени, нежели мама. Но родители твердо уверены. Сыновья должны вырасти настоящими мужчинами. А еще с малых лет мальчишки знают. Они самые родные друг для друга. Твердое братское плечо должен подставить каждый, если будет нужно. Между собой они, конечно, могут там и до драки, ну, какие-то там дележки у них происходят. Но то, что касается по отношению к другим, да, друг за друга горой. Сегодня мальчишкам по 6,5 лет собираются в школу. Начало взросления. Позади большой этап жизни, огромный родительский труд, результаты которого уже видны в тех же, казалось бы, мелочах. В сыновьи заботе, внимании, в их верных поступках. На сегодняшний момент вы довольны своей семьей и вообще то, что вы создали? Да. Ну, нет предела совершенства, да. Я очень довольна, я очень горжусь своими детьми. Татьяна Брулова, Константин Брулов, Елена Кошелева, Видное ТВ.